Страсти по Евровидению начинают кипеть задолго до самого конкурса. В России и Белоруссии многие из тех, кто следил за певческим состязанием, теперь смотреть его не собираются. Из-за певицы или певца артистический псевдоним Кончита Вурст настоящее имя Томас Нойверт. Трансвестит из Австрии на вид девица, но лицо ее не по-девичему дополняет борода. К творчеству то ли Томаса, то ли Кончиты прислушалась Алиса Романова. То ли девушка, то ли видение еще не решила или не решила, что именно будет петь в Копенгагене. Но выбор уже точно сделан. У Австрии на Евровидении будет вот такая щетина. Первыми возмутились в Белоруссии. В петиции на сайте change.org рассерженные граждане потребовали конкурс, как рассадник садамии, бойкотировать, номер трансвестита из своей трансляции вырезать. Такой конкурс, который смотрят миллионы людей и который немножко способен как-то влиять на сознание масс. И когда через него пытаются навязать нам тот образ жизни, который они там считают у себя нормальным, то есть мы выступаем против этого. Напугал трансгендерный артист и Всероссийское родительское собрание. Петицию, такую же, как и у белорусов, вывесили активисты из Твери. Образ жизни то ли Кончиты, то ли Томаса, это настоящее имя певца, в ней назвали пропагандой неприемлемого для России образа жизни. Под текстом подписались чуть больше 400 человек. Это называется манипуляция сознания. Ребенок должен быть огражден от всего негативного, что может нанести вред ему. Как жизни, так и здоровью, так и психике. Женщиной австрийский юноша Томас Нойверт встал в 2011-м. Отрастил бороду, встал на каблуки и попросил называть себя фрау Кончита Вурст. В интервью она рассказывает, что вообще-то Кончита родилась в Колумбии, выросла в Берлине, а со своим альтер-эго Томасом познакомилась совсем недавно. В таком виде и с эпатажным раздвоением личности он или она дошел до финала шоу талантов на австрийском телевидении. С хитом «That's what I am» – «Вот кто я есть» Кончита чуть не уехала на Евровидение. В 2012-м заняв второе место. Лично для меня очень важно выйти на эту сцену, не только потому, что я музыкант и буду участвовать в конкурсе песни, а еще и потому, что всерьез хочу научить людей чуть большей толерантности. Ну и что с того, что у меня есть борода? Важнее личность человека, а не его образ. По правилам Евровидения все артисты на сцене равны. Не показал кого-то одного – нарушил его права. Если Белоруссия или Россия откажутся транслировать конкурс целиком и могут на несколько лет запретить отправлять своих участников в Министерство связи России, на петицию пока не ответили. В Евровидении, конечно, выродилось достаточно странное мероприятие. Никакого отношения к актуальной музыкальной истории Евровидении конкурса не имеет. Победа на нем ничего не гарантирует артисту вообще. Тем, кто боится, что это как-то на детскую психику этот конкурс повлияет, я просто рекомендую детей подальше убирать от экранов телевизоров. В истории Евровидения такие неоднозначные женщины уже были и даже побеждали. В 98-м главный приз взяла Дана Интернешнл из Израиля. До операции по смене пола она была мужчиной. Шесть лет назад второе место заняла Верка Сердючка. С их скандалом конкурс запомнился в 2002-м. Трое трансвеститов, переодетые в стюардесс, представляли Словению. А в этом мае певица из Финляндии поцеловалась с девушкой из подтанцовки. Правда, чаще всего даже о самых скандальных участниках после конкурса ничего больше не слышно.